Доллар теряет позиции, упав до минимума по отношению к шести основным валютам. Что происходит и какой секрет американцы открыли в ДАВОСИ? Все детали выяснял Дмитрий Анопченко. Финансовый мир обеспокоен. Столь низкого курса по отношению к европейской валюте последние три года не было. Еще не так давно доллар и евро практически один к одному меняли, но сейчас за 100 евро дают уже 125 долларов. И тенденция к еще большему ослаблению. Людям далеким от экономики могло показаться, мол, это в Штатах проблемы. Но министр финансов США в ДАВОСИ раскрыл секрет. Дескать, Белый дом сейчас специально играет на понижение. Стивен Мнучин откровенно признался, ослабление доллара хорошо для нас, ведь оно благоприятствует торговле. У американской администрации всегда есть возможность выбора. Проводить политику сильного доллара, и тогда в страну приходят инвесторы, скупают облигации государственного займа, у государства есть возможность выровнять бюджетный дефицит или проводить политику слабого доллара, у которой тоже есть свои неоспоримые преимущества. Американские товары внутри страны стоят столько же, но мгновенно становятся дешевле для европейцев. Туризм тоже начинает процветать, ведь жителям ЕС теперь станет куда выгоднее летать в США на шопинг и отдых. В итоге растет экономика, а Трампу это очень нужно, чтобы избраться на второй срок необходимые результаты. И если во внешней политике больше проблем, чем успехов, то его задача хотя бы экономику поднять. И уже сейчас есть возможность спрогнозировать, как все происходящее на нас с вами скажется. Так дорого, как сейчас, доллар в Украине не стоил с 2015 года, когда он рекорд дороговизны поставил. И вот сейчас эксперты прогнозируют, что в связи с новой политикой Соединенных Штатов евро по отношению к гривне еще будет расти, а курс доллара остановится и, возможно, даже чуть-чуть просядет. Но есть и минус для страны, причем значительный. Эксперты, работающие с МВФ, сказали нам, Украине в этой ситуации будет куда сложнее отдавать долги Международному валютному фонду. Ведь резервы государства в долларах, а кредиты мы возвращаем в расчетной валюте МВФ, пересчитывая сумму по специальному курсу на миллионных платежах и потери будут чувствительными. В самих же Штатах политики слабого доллара теперь будут придерживаться как можно дольше. Ведь это в интересах и Трампа, и США. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.